На канале RTVI новости продолжаем выпуск. Новыми падениями завершились торги на финансовых рынках планеты. Главная причина беспокойства в проблемах китайской экономики, которая в силу своего объема не может не влиять на биржи обоих полушарий. Добавим, что Китай при эффективно работающей рыночной экономике остается стороной победившего социализма. Компартия до сих пор активно руководит экономическим процессом. С нами в студии обозреватель RTVI Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Какие меры принимают на этот раз руководство Китая и каков результат? Здравствуйте, Валерий. То, что происходит на торговых площадках, можно назвать желтой лихорадкой. Китай действительно великая страна и именно по этой причине всех нас тревожит ее победы и поражения. Сегодня торги на шанхайской бирже закрылись падением котировок, несмотря на очередную попытку Народного банка Китая уладить ситуацию. И это падение волной прокатилось от Янзы до Миссисипи. В среду на четверть процента до 4,5 была снижена учетная банковская ставка. Подобная мера применяется с целью облегчить кредитование и обычно приводит к росту. Рост, кстати говоря, и начался. Шанхайская биржа в начале торгов сегодня подросла на 3%, отыграв потери предыдущих дней. Но потом все равно стала падать, закончив рабочий день в минусе. В данной ситуации это означает только одно. Инвесторы полагают, что правительству надо принимать более активные меры и просто сбрасывают акции. В панике на этой неделе все азиатские биржи, а за ними и все остальные. Теперешний обвал уже самый значительный за последние 8 лет. В целом я бы обрисовала ситуацию так. Мир, очевидно, теряет доверие к стабильности второй крупнейшей экономики. Отметим, что национальная валюта юань, которую власти намеренно обесценили, стремясь поддержать экспорт, продолжит падение уже по объективным причинам. Снижение ставки облегчает кредитование, но это полка о двух концах. Оно же делает деньги дешевле. Это может привести к дальнейшему бегству капитала из Китая. Напомним, что манипулирование юанем и учетной ставкой – это еще не все, что сделало китайское руководство. Во вторник КНР произвела валютную интервенцию, вбросив в экономику 22 миллиарда долларов. Результат был временным. Думаю, все дело в том, что они уже предпринимали подобные меры, и они не принесли серьезного результата. Это снижает их значимость. У нас был небольшой скачок на фондовых рынках, но он ничего не дал в долгосрочной перспективе. Я думаю, что надо ожидать какого-то серьезного шага масштабной интервенции, может быть, какой-то большой стимуляционной программы, которая, может быть, и не нужна, по большому счету. В любом случае, надо подождать недели-две, пока буря уляжется. Вообще происходит достаточно интересная история. Китайская экономика даже фактически не начала падать. Она просто замедлила свой победоносный рост, к которому все привыкли как к данности. За прошлый год она выросла на 7,4%. Любая другая страна гордилась бы такой цифрой, только не поднебесная. Для сравнения, в США 2,5% – это прекрасный здоровый рост. Но не так думает компартия Китая. Для нее рост ниже 7,5% – это уже страшная катастрофа. Некоторые аналитики полагают, что в такой ситуации вообще не надо было ничего делать. Китай замедляется совершенно естественно. Переходя из категории развивающейся страны в категорию развитых стран. Может быть, китайские власти нарушили принципы дао, одним из которых является недеяние. Валерий. Спасибо, Мария. Это была Мария Гордон с экономическим комментарием. В Испании сегодня уничтожено 170 тонн помидоров в рамках традиционного праздника ля томатина, которому в этом году исполнилось 70 лет. Количество томатов на фестивале в Буньоле побило исторический рекорд, как и число участников – более 22 тысяч человек. Напомню, суть праздника – в закидывании друг друга спелыми помидорами. Чтобы удары не причиняли боль, участникам рекомендуется мять ягоды в руках перед броском. Местные жители участвуют в празднике бесплатно. Иностранцы же платят 10 евро за билет, вырученные от продажи. Деньги идут на очистку улиц.